А вот сейчас будет кое-что совершенно неожиданное, пристегнитесь. Батфорты, какие же они? Потому что каждый сезон они другие. Ради чего были рождены балетки? Для кого они были рождены? Всем привет, я Елена Галант. В этом видео говорим о главных трендах обуви на осень. Я для вас подобрала топ-9 самых интересных, самых достойных, ярких и носибельных трендов обуви на демисезонный период. Итак, как всегда, я буду показывать много подиумных фотографий, для того, чтобы вас воодушевить и показать, как это выглядело на подиумах. Дальше мы с вами будем говорить, как можно стилизовать ту или иную конкретно модель обуви на каждый день. То есть я подобрала для вас огромнейшее количество стрит-стайл фотографий, для того, чтобы показать конкретные готовые образы, как можно носить ту или иную обувь, трендовую обувь в своем ежедневном стиле. Кроме этого, мы с вами вкратце пройдемся по теме, какие колготки, какие носочки и, конечно же, обязательно, какие низы подходят к каждой конкретной модели обуви. Так что дальше нас ждет много интересной информации. И перед тем, как я начну, конечно же, напоминаю о том, что мой инфобокс трищит по швам от полезной информации. Каждая картинка, которую я буду показывать в этом видео, залинкована конкретной ссылкой в инфобоксе. И, возможно, я буду использовать верхний закрепленный комментарий, как продолжение инфобокса. Мы с вами пройдемся и по теме люкса, и по теме миддл-маркета. И, конечно же, в каждой категории я буду показывать, где можно купить тот или иной тренд в масс-маркете. Ну, а мы с вами начинаем. Тренд номер один. Мне бы хотелось начать с кроссовок. Не секрет, что кроссовки мы носим на каждый день в кажуальном стиле. То есть это уже, скажем так, абсолютный must-have для любой модницы. Но давайте же с вами обсудим конкретно, какие модели. Потому что в прошлых несколько сезонов мы с вами носили ugly sneakers. Помните, такие массивные тяжелые кроссовки. До этого мы носили классику. Были популярны очень идеальные базовые белые кроссовки. Какие же кроссовки стали трендовыми конкретно в этом сезоне? И это ретро-кроссовки. Мы с вами возвращаемся визуально в 80-е и 90-е годы прошлого столетия. Я вам сейчас показываю, как эти кроссовки могут выглядеть. И они должны вызывать вот те самые ассоциации из фильмов про 80-е и 90-е. И в качестве идеального примера хочу вам показать кроссовки CELINE. Которые на самом деле участвовали во весеннелетнем показе. Но они идеально демонстрируют вот ту самую эстетику ретро-кроссовок 80-х. Идеальные белые высокие кроссовки. Кстати, точно такие же есть у Adidas. Они, кажется, называются форум. Не помню точно, но в любом случае я залинковала их в инфобоксе. Я их нашла и на End of the Stories, и у LaMode. Так вот, они на самом деле есть и в высоком варианте, то, что называется High Top, и в низком варианте Low Top. High Top, то есть более высокие кроссовки, подойдут для тех, у кого более тонкая, изящная щиколотка. Если вы, ну скажем так, переживаете по поводу своей зоны щиколотки, тогда лучше выбирайте классические низкие модели. Они будут идеально смотреться на вашей ножке. Если мы с вами говорим про люксовые бренды, то посмотрите еще подобного рода кроссовки у Brunello Cuccinelli. Средний сегмент это Reganbone. Вот такие кроссовки мягкие, не слишком объемные. Ищите для того, чтобы поймать тот самый тренд. И если мы с вами говорим, как носить. Ну, конечно же, самая простая формула, это пока что еще не слишком холодно. Надевать их с джинсами, с укороченными джинсами, для того, чтобы оставлять открытую зону щиколотки, это идеальный вариант. Дальше, когда похолодает, мы с вами можем носить и длинные джинсы, длинные брюки, которые будут вот практически в пол. Тоже идеально смотреться с подобного рода кроссовками. Обязательно попробуйте сочетать эти кроссовки с классическими брючными костюмами. Помните, у меня было недавно, точнее, прошлое видео у меня на канале, я оставлю здесь ссылочку на него. Основные тренды осени. Там мы говорили про классические брючные костюмы с плейзером, с брюками со стрелками. Вот попробуйте сочетать эти кроссовки с подобного рода брюками. И, к примеру, если у вас, допустим, светлые кроссовки, пока еще не слишком холодно, попробуйте надеть черные носки, вот создать тот самый контраст белой кроссовки, черные носки и какое-то мини. Или, допустим, подобрать носочки в цвет чего-то, что присутствует в вашей плечевой портретной зоне в цвет куртки или в цвет шарфа, тоже будет создаваться очень интересное сочетание. Ну и, конечно же, где искать в масс-маркете. Во-первых, даже у тех же Zara есть подобного рода кроссовки в таких легких цветных оттенках, обязательно обратите на них внимание. Ну, а, честно говоря, больше мне нравятся варианты от Mango. Помните, у меня было недавно видео «Хочу-могу» на осень, и там мы с вами говорили про кроссовки Mango, о том, что они особенно удались в текущей коллекции. Вот это идеально, те самые кроссовки, они даже визуально напоминают мне кроссовки Loewe. Кстати, тоже, если вы можете себе позволить ценник чуть выше, люкс, то обратите внимание на вот эти кроссовки Loewe. У них тоже потрясающая кроссовочная коллекция, их кроссовки становятся культовыми. И даже я не удержалась, купила себе эти кроссовки прошлой весной, уже успела их несколько раз надевать. Вы видели их у меня и в Instagram Stories, и, кажется, здесь в лукбуке, хотя я не уверена. Кстати, что еще очень хорошо, если вы хотите купить себе кроссовки, которые сможете носить и дальше осенью, то выбирайте темные кроссовки, чтобы вы могли надеть черные плотные колготки, утеплиться, и чтобы они визуально сливались с темными или черными кроссовками, с кроссовками, в которых присутствует черный цвет. Тогда это будет идеально именно на осень. И еще хочу подчеркнуть, что здесь мы будем говорить, в этом видео мы будем говорить больше про демисезонную обувь, то есть ту обувь, которая больше для сентября, октября. Обязательно примерно где-то в октябре сниму похожее видео на тему зимняя обувь, там мы больше будем делать акцент на теплые сапоги и все варианты, как можно утеплиться. Здесь мы с вами говорим про осень. Тренд номер два, и здесь я вас немного удивлю, пристегните ремни, это меховые балетки. Это очень необычный тренд, на самом деле в качестве микротренда он существовал еще два года назад, но мне нравится вам рассказывать про какие-то такие тренды, которые не слишком агрессивны, которые вы не будете видеть везде-везде. И поэтому я выбрала этот тренд для того, чтобы вам рассказать о них. Во-первых, они всегда выглядят как будто это настоящие балетки, но из или искусственного меха, или овчины, обязательно вот с этим классическим как для балеток вырезом, или допустим как у Дрис Ван Ноттен, такие как обычные туфли, но тоже из той самой овчины, или больше похожие на мюли, как допустим у бренда Марни в черном и в белых цветах. Ну и самые такие популярные, конечно, стали классические балетки, допустим как бренд Flattered, я оставлю на него ссылку, он продается на моды операнди, вот ищите что-то подобное. У Jill Sander, кстати, были как будто бы из меха пони, то есть такой короткий, редкий, стриженный мех в банановом оттенке желтого цвета. Кстати, сейчас они продаются на MyTeresa с очень хорошей скидкой. Итак, как носить, как стилизовать? Если балетки достаточно структурированные, хорошо держат форму, то есть больше похожи на туфли, а не на балетки, то очень классно носить с костюмами, с плейзерами, с костюмными брюками, потому что здесь у нас с вами создается контраст стиля. У нас есть деловой стиль, и у нас есть вот такой необычный, как будто бы домашние тапочки. Или вы можете сделать ставку на игру фактур, и допустим мех, меховые туфли, меховые тапочки носить с кожаными брюками. Здесь у нас игра фактур, и тоже очень интересный стилистический ход. Третий тренд, и здесь я вас не удивлю, потому что это долгоиграющий тренд, который с нами уже не первый год. Итак, это дерби, или оксфорды, или броги, или даже лоферы, но все это на тяжелой, массивной, иногда даже тракторной подошве. Сейчас я вам показываю культовые туфли Chanel в их таком характерном черно-белом оттенке, но тоже на массивной, толстой подошве. Или, допустим, в текущей коллекции Philippe Lim тоже были потрясающие туфли на такой массивной, почти тракторной подошве, причем на моделях в лукбуке они были с плотными колготками, с юбками. И здесь же уместно вспомнить те самые культовые Prada, Derby и Lofer, которые носили ну просто все модницы весь 2020 и начало 2021 года. Они настолько были популярны, что Prada даже решили их ревыпустить, то есть сейчас вы их можете найти, допустим, на сайте Matches Fashion, кажется, я не помню точно, я оставила ссылку, где они значатся как New Collection, то есть как новая коллекция, потому что хайп вокруг них был такой огромный. Ну, кстати, и действительно он того стоил, потому что обувь очень удобная и потрясающе стильно смотрелась практически во всех образах. Итак, как мы носим? Ну, опять же, самое простое это с укороченными джинсами, с укороченными брюками, чтобы оставить щиколотку открытой и подчеркнуть изящность ноги на фоне контрастной тяжелой обуви. Или, допустим, обязательно попробуйте с плейзерами, с жакетами, тоже очень классное сочетание. И тут вот вы просто обязаны, если у вас есть подобного рода обувь, носить ее, попробовать носить ее с носочками. Это могут быть и серые неконтрастные носочки, или белые, более контрастные варианты. Обязательно носите их с юбками, то есть, допустим, если вы не хотите такого слишком контрастного варианта, когда белые носки и черная обувь, попробуйте подобрать серые фактурные носочки под обычные черные лоферы. Или, допустим, я вам сейчас показываю классный очень образ, серые джинсы, серые носки и черные лоферы. Дальше вы сможете их же носить и с пловными черными колготками, опять же, с брюками или с джинсами, с полупрозрачными черными колготками. И здесь же еще хочу вам показать много разных образов, которые я для вас подобрала для вдохновения. К примеру, показываю вам еще вариант бордовые дерби, бордовые колготки и тренч. Очень классное благородное сочетание. Или, допустим, вы можете собрать образ полностью в разных оттенках серого, добавить белые носочки, черные лоферы. Или, как я всегда говорю, мой любимый трюк, цветные носочки в цвет чего-то, что присутствует в вашей верхней части. Допустим, носочки, подобранные под цвет шарфа или под цвет сумки. Я уже много лет использую каждый демисезон, каждую весну и осень подобного рода стилистические трюки и просто получаю удовольствие. Или, допустим, если у вас белая обувь, попробуйте черные носки, тоже будет очень классно смотреться. Дальше, когда будет более холодная погода, вы можете просто их же носить и с брюками. Особенно аккуратно и красиво будут смотреться подобного рода туфли с узкими брюками, такими длинными узкими брюками, потому что они будут подчеркивать изящность ноги на фоне тяжелой обуви. Или, допустим, просто с теми же прямыми трендовыми джинсами в пол, тоже будет очень классное сочетание. И здесь же хочу подчеркнуть, что если вы не фанат тяжелой массивной тракторной подошвы, хотя на самом деле это очень удобно, тем более в холодный период вы отрываетесь от холодного асфальта и таким образом сохраняете больше тепла. Допустим, вы не любитель тяжелой тракторной подошвы, тогда я буду рекомендовать вам выбирать подобного рода туфли на просто такой слегка массивной, ну скажем так, слегка утяжеленной подошве. То есть такая подошва выглядит достаточно базовой, то есть такие туфли можно носить годами, и в то же время они будут выглядеть очень современно. К примеру, End of the Stories и Коз. Кстати, у Коз есть потрясающие лоферы с квадратным носиком. Если вы меня спросите, какой самый актуальный мыс носик у обуви, то, конечно же, это вот такой, то, что называется мягкий квадрат. И у тех же Коз есть еще белые лоферы, безумно мне нравятся, но они именно демисезонные. То есть там мягкая тонкая кожа, нужно понимать, что они, конечно же, зимой вас не согреют. Балетки. Давайте с вами поговорим, если вы любитель более изысканного женственного стиля, какие варианты балеток сейчас актуальны. Конечно же, номер один, это, я уже несколько раз повторяла в своих видео, это балетки с закрытым декольте. То есть у балеток декольте это насколько глубокий вырез, насколько открывается место начала роста пальчиков, если можно так выразиться. Так вот, самые актуальные балетки, это которые закрывают эту зону, то есть то, что называется балетки с закрытым декольте. Самые актуальные сейчас еще и те, которые на резинке, как, к примеру, у бренда Neos, показываю, как они выглядят, да, я понимаю, что это не для каждого, но вот самые-самые трендовые балетки выглядят конкретно так. Кстати, есть еще и хорошие варианты, точно такие же у H&M, тоже оставлю ссылку на них в инфобоксе, они выглядят потрясающе стильно. Еще одна вам подсказка, как могут выглядеть актуальные балетки, если вы зайдете в магазин и посмотрите на изобилие балеток, это те, у которых острое декольте, то есть оно с боковушек, как бы, скажем так, закрыто, как сейчас я вам показываю на примере N.D. Stories, это идеальные трендовые балетки, носик слегка зауженный, но не острый, а просто зауженный, и линия декольте как будто бы повторяет эту линию. Точно такие же есть еще у Joseph, тоже, кстати, обратите на них внимание, кстати, они продаются на LaMode, и сейчас на них 50% скидка, это люксовый британский, очень классный бренд. Или я нашла новый бренд на LaMode, Portal называется, Portal, не знаю, как правильно его произнести, почему-то я раньше на него не попадала, но зашла и посмотрела, очень много моделей мне понравились, оставлю ссылку на них в инфобоксе. Еще один вариант, это от Vagabond, вот такие, это даже не балетки, это просто как закрытые туфли, тоже вам для понимания, как они могут выглядеть. И если говорить, как носить балетки, то, конечно же, если это джинсы или брюки, то обязательно укороченные, чтобы открыть зону щиколотки, потому что комбинация длинные брюки или длинные джинсы плюс балетки, это, конечно, ну, совершенно не то, что мы бы хотели видеть. Я, честно говоря, даже ни разу не видела, чтобы кто-то из модниц пробовал такую комбинацию. Ну, а если мы говорим про, ради чего были рождены балетки, для кого они были рождены, конечно же, они были рождены для юбок. Миди-юбки, идеальный компаньон для балеток, так что если у вас в гардеробе есть много юбок средней длины, то обязательно присмотритесь к актуальным вариантам балеток. Следующий тренд, это жакейские сапоги, иногда вы будете встречать формулировку ридинги, но я считаю их правильнее называть жакейскими сапогами, они к нам пришли именно от жакейского стиля. Даже американский бренд Кейт выпустил в этом году вот такие классические жакейские сапоги, которые с очень широким голенищем, которые держат жестко форму. Вот это очень важно, потому что жакейские сапоги должны выглядеть, как будто они вылиты из металла, они ни в коем случае не должны создавать гармошку. Обязательно кожаные, то есть не замша, не какие-то другие материалы. Желательно, чтобы была черная или коричневая кожа и нейтральная подошва, она может быть слегка усилена, но не тракторная, потому что тракторная это тоже тренд, но это тогда уже неправильно назвать жакейскими сапогами. Итак, самый известный, конечно же, это Hermes. Вы знаете историю происхождения этого модного дома, они к нам пришли из этого вида спорта, и поэтому, конечно же, жакейские сапоги, это для них, это как бы основа их ДНК. Как носить? Ну, конечно же, я вам скажу, что пока еще не наступили холода, пока мы можем ходить с голыми коленками, идеальное сочетание, это жакейские сапоги плюс мини с открытыми коленками. Сверху можно надеть что-то объемное или кардиган объемный, или еще очень классно будут смотреться с объемными блейзерами, для меня это идеальное сочетание. И, кстати, здесь же еще не забудьте попробовать свои джинсовые шорты или шорты Бермуды, которые я точно знаю, что вы покупали в этом году, потому что они тоже были высоким трендом, сочетать эти шорты с теми самыми жакейскими сапогами. Дальше, еще одна комбинация уже на более холодную осень, это плотные как леггинсы, хлопковые леггинсы, плюс жакейские сапоги и что-то объемное сверху, это может быть или кейп, или накидка, или пончо. Помните, мы с вами говорили о трендах на осень, так вот мы там как раз с вами говорили о пончо, о кейпах, идеальное сочетание пончо-кейп, здесь плотные леггинсы облегающие и жакейские сапоги. Ну и, конечно же, для самых продвинутых смелых модниц можно джинсы, точнее брюки даже лучше, вправлять в те самые сапоги. Да, тут же еще и такой микро-подтренд, эти же сапоги на тракторной подошве, но, опять же, тогда неправильно их называть жакейскими, это тогда просто сапоги, широкие сапоги, трубы на тракторной подошве, но тоже посмотрите, как интересно иногда сочетать эти сапоги с коротким мини. И еще, кстати, забыла, одна известная модель, это N. Demelmeister. У этого бренда, мне кажется, уже лет 7 или даже 8 каждый год в качестве базовой их коллекции перевыпускаются эти сапоги, они тоже стали, ну, скажем так, на одном примерно уровне с сапогами RMS по известности и узнаваемости, но, естественно, они стоят немного дешевле. Ну и, конечно же, оставлю ссылки на подобного рода сапоги и в более доступном сегменте. Следующий тренд, и опять же, это микро-тренд, который не будет мелькать везде, это Mary Jane, то есть балетки с перемычкой. Это такая в некотором смысле ассоциация с детскими туфлями. Я обожаю такие балетки, у меня всегда есть в кардеробе в той или иной степени подобного рода балетки. Это интерпретация балеток, они выглядят более стильно, более необычно. Самое известное, это, конечно же, Chanel. Они каждый год выпускают различные модели плюс-минус, каблук чуть выше, чуть ниже, расцветка разная. Но это их культовая тоже базовая модель, и мне радостно, что сейчас она еще и стала в некотором смысле трендовой. Сейчас я вам, кстати, хочу показать фотографии самой Coco Chanel, датируемые, кажется, если я не ошибаюсь, 29-м годом, и вот здесь же на ней те самые, ну вот примерно, да, те самые балетки. Если мы с вами говорим про самые культовые балетки сегодняшнего дня, это The Row. Модница охотится за этими балетками, они самые узнаваемые, самые, вот те самые желанные. Если говорить о более доступных вариантах, то есть такой бренд, он называется Le Mont Beril, если я не ошибаюсь, у них, для них это их signature design, то есть подобного рода балетки они выпускают каждый год, они у них есть и в коже, и в бархате, и в разных-разных расцветках, очень достойные балетки. И у того же бренда Portal на La Moda я тоже нашла очень неплохие балетки, которые вот визуально похожи на Prada, на балетки Prada. Итак, как носить? Ну, опять же, тут, конечно, первое, что напрашивается, это с юбками, с платьями, то есть, конечно же, с чем-то таким женственным, с мини тоже будет очень хорошо смотреться. Если вы склоняетесь к более такому взрослому стилю, то с миди или с прямыми юбками, с юбками-карандашами. Кстати, если вы более смелые, вы можете попробовать носить эти туфли с носочками и с мини. Такой слегка инфантильный, но очень кокетливый, интересный стиль. И вот здесь же хочу вам показать мой образ балетками Chanel, для того, чтобы вам показать вариации стилистических инъекций. То есть, когда мы с вами говорим не просто о каких-то банальных формулах балетки, плюс юбка или плюс платье, а играем с разными стилями. Итак, если мы возьмем балетки, плюс стильняшка и плюс жемчуг, то у нас с вами будет отсылка Coco Chanel. Сделаем стилистическую инъекцию своему стилю, добавляем нейтральные базовые черные брюки, просто как буфер такой, да? И для того, чтобы усилить стилистический контраст, я добавила куртку Military. У нас с вами получается очень интересная стилистическая комбинация из вещей из разных стилистических зон. Или еще один вам вариант для вдохновения, это балетки плюс кукольный воротничок. Все остальное вводим в абсолютную простую базу, можем еще добавить бантик на волосы, но тоже посмотрите, как интересно получается образ. Следующий тренд, и я представляю, что наверняка некоторым из вас будет его тяжело воспринять. Итак, это тяжелые мюли, которые на самом деле даже ближе к понятию клоги. То есть массивная платформа, закрытый полностью носочек и открытая пятка. Сейчас я вам показываю, как это выглядело на подиуме. Даже в Англии, бренд, который склоняется к более элегантному, изысканному стилю, в этом году выпустили те самые трендовые тяжелые мюли. Кейт тоже, скажем так, американский бренд с более классическим подходом дизайна. У них эти мюли не настолько тяжелые, но тоже угадывается тот самый дизайн. J.W. Андерсон это настоящие такие массивные ugly sandals. Даже не знаю, как их назвать, но это вот такая максимально тяжелая обувь. И, кстати, особенно классно она будет смотреться, допустим, с пончо или с милитари-куртками. Обязательно попробуйте сочетать с юбками. На осень хочется надеть, допустим, серые фактурные носки и эти мюли. Оставлю ссылку, где их можно найти. И, кстати, на удивление, даже у H&M нашла недорогую версию подобного рода обуви. Ботинки от дождя. Те самые Bottega Veneta выпустили еще весной самую культовую обувь для многих-многих модниц. Они выпустили эти ботинки во всех цветах радуги, в базовых, нейтральных и в очень ярких. И абсолютное большинство модниц купили себе эти ботинки и показывали очень необычные интересные образы с ними. Сейчас показываю всю вариативность. На самом деле, как интересно можно их интегрировать в свой ежедневный стиль. И хочу подчеркнуть, что если вы выберете эту обувь в каких-то базовых, нейтральных цветах, допустим, карамельной, коричневой, черной или в цвете хаки, то подобного рода ботинки будут отлично вписываться в ваш ежедневный казуальный стиль. Оставлю ссылку на них и на все варианты, которые найду в более доступном сегменте. Оставлю ссылки в инфобоксе. И вот забегая вперед, я вам обещала, что обязательно сниму видео в подобном же ключе, но на тему более теплой обуви на зиму. Но забегая вперед, понимаю, что будет очень много вопросов по поводу ботфорта. Давайте же все-таки обсудим, какие именно ботфорты. Потому что они каждый сезон актуальны, но мы всегда с вами говорим о том, какие материалы, какая посадка и так далее. На самом деле, если мы говорим про самую актуальную модель, то это модель ботфортов на плоском ходу или на небольшом каблуке средней посадки по ноге. И желательно, конечно, чтобы они были кожаные, то есть не замшевые, а именно кожаные. У Бербери были именно ботфорты-чулки, то есть те, которые плотно сидят по ноге. Но, конечно же, тут самый главный вопрос, как и с чем их носить. Ну, конечно же, обещаю вам снять отдельное видео на тему, как и с чем сочетать ботфорты уже непосредственно ближе к холодам. Я надеюсь, вам видео понравилось. Напоминаю о том, что ссылки на все показанные вещи я оставляю в инфобоксе, а я буду с вами прощаться. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Раз вы все еще тут, тогда буду рекомендовать вам посмотреть предыдущее видео на тему тренды осени. Я сняла полный гид по трендам. Все, что вам нужно знать. Подиумные фотографии, как интегрировать свой ежедневный стиль, где купить аналоги в масс-маркете. Все, что вам нужно знать о главных, самых мощных трендах осени 2021 года. Кликайте на прямоугольничек сюда для того, чтобы продолжать смотреть это видео. И напоминаю о том, что стоит кликнуть на кружочек, включить колокольчик для того, чтобы не пропускать мои обновления.